Хотелось, чтобы мы с вами, ну, тему говорили сегодня о молитве. Давайте я прочитаю один текст. Евангелие от Луки, 11 глава сначала. Случилось, что когда он в одном месте молился, перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь. Братья и сестры, я хотел задать вопрос. Как вы думаете, почему у учеников возникло желание, чтобы Иисус научил их молиться? Ну почему? Как вы думаете? Хорошо. Ну да, они поняли, ну вероятно, так просто, да тут не нужно, я думаю, слишком усложнять это. Они поняли, что у них не так, как у него, правда же? Ну я думаю, вероятно, Иисус молился так, что они и слышали его молитвы, правда же? У нас есть много записанных в Евангелии молитв, они слышали, как Иисус молился. Иисус молился в единенных местах, Иисус молился, где ученики не слышали, например, у нас есть такое место, что он однажды всю ночь провел в молитве к Отцу. Что он там говорил, мы не знаем, но он молился, он много молился, Иисус, но он молился в их присутствии тоже. И я думаю, что все это было большим благословением, и ученики начали понимать, что в их жизни не совсем так, как у него. Потому что, когда надо было молиться, им хотелось спать. А когда можно было спать, помните, на лодке, когда Иисус на возглаве там уснул на лодке, у них была паника, у них все было наоборот, кажется, да? И они учились у Господа. И я хотел, может, начать с того, что сказать, что большое благословение, когда мы молимся вслух. Я не знаю, вы вслух молитесь на собрании или нет? Можете вслух мне не отвечать, да? Но это огромное благословение, особенно, когда молодые люди молятся вслух. Я знаю ряд примеров, когда это послужило обращением других людей. Одна женщина мне как-то сказала, я пришла на служение, все так было интересно, и потом, когда стали молиться, она не знала, как вести себя. Возле меня сидела молодая девушка, и я была так поражена, что она встала на колени, говорит. Думаю, ну ничего себе, такая молодая. И она молилась полголоса, и то, что эта девушка сказала, говорит, перевернуло мою душу. Она благодарила Бога, говорит, что Бог ей простил грехи. И я знаю, что я грешница, а она, думаю, когда она успела нагрешить? Но это было настолько искренне, настолько сердечно, что я стала задумываться. Хотя, говорит, я думала, что я верю, я думала, что я молюсь, но фактически, Господи, помилуй, Господи, сохрани, это не было молитвенной жизнью. Я в своей жизни убедился, какое большое благословение приносит молитву вслух. Я коротко хотел, вот вначале несколько примеров привести. Я недавно с одним братом летели мы в самолете у нас в Казахстане, из города Ускаменогорск, в Астану. Ну, когда мы сели в самолет, я говорю, ну что, Сергей, помолимся. Он говорит, ну давай. И я вот так, чтобы мы вдвоем слышали, я закрыл глаза, ну и помолился. Открывая глаза, через проход, вот так смотрю, вот так на меня одна женщина смотрит. Вы поп? И я говорю, ну, как вам сказать? Я говорю, я христианин. Вы что, молились? Я говорю, я молился. О чем? Ну, я говорю, я просил, чтобы Бог благословил наш перелет, чтобы он благословил пилотов, самолет, пассажиров всех. Я и вас имел в виду. Он говорит, спасибо. Я, говорит, могу спокойно сидеть. Я говорю, абсолютно. Мы все отдали в руки Бога. Вы знаете, когда мы это делаем естественно, искренне, мы сами получаем благословение. Люди на это обращают внимание. Но я не хотел бы, чтобы вы подумали, что я так много летаю, да? Но еще один пример из самолета. Однажды лечу с города Астана в город Ташкент. Обычно молишься, чтобы кому-то засвидетельствовать. Я не знаю, у вас есть такая практика, но мне кажется, это очень важно, когда мы молимся. Мы же не знаем, кто с нами будет сидеть рядом. В поезде или, да? В самолете, да? Но как христиане, мы же призваны свидетельствовать людям об Иисусе. Правда же? Это наша ответственность. И думаю, кого мне Бог пошлет? Кого мне Бог пошлет? Смотрю, идет один узбек, такой представительный. Ну так, ну видно. Видно сразу. Я говорю, добрый день. Здрасте. Он сел. Я говорю, вы из командировки или командировку по делам? Ну, не хочет, видно, как-то не идет. Ну, я пытался еще пару раз, ничего не получается, самолет уже взлетел, из тюардессы несут нам уже там покушать что-то такое. Ну, я как по привычке обычно. Я вот закрыл глаза и вот так губами шевелю и молюсь. Я даже не думаю, что он на меня смотрит. И когда я закончил, я повернулся к нему, я говорю, приятного аппетита? И он прям с открытым ртом на меня смотрит. Говорит, что вы сейчас делали? Я говорю, я молился. О чем? Говорит, Ну, я говорю, я просил, чтобы Бог благословил эту пищу. Серьезно? А можно, говорит, вы за мою пищу помолитесь? Я говорю, давайте. Я так наклонился, взял его под нос пищи. И он в самолете, знаете, гудит же сильно. И я так в ухо прям ему, чтобы он слышал. Помолился. Аминь. Вы знаете, в этой дороге мы молились этим человеком. Он исповедался. Признавался в грехах. Он принимал Евангелие. И я думал, это просто сделала молитва. Вот у него появилось такое расположение, когда он увидел, что человек действительно говорит с Богом. Я это не для него делал. Он это прекрасно понимал. Знаете, это могут быть в общественных местах. В разных местах это может быть. Я задаю вопрос себе и вам. Вот мы, есть ли с вами люди молитвы? Я замечаю, что в последнее время пропасть между теорией о молитве и практикой молитвы на жизни становится все больше. Мы можем экспромтом назвать разные стихи из Библии, которые говорят о молитве. Мы знаем, что надо молиться, как молиться. Но я вам скажу, я бываю в очень разных церквах по Казахстану и в Азии и в других странах. Я замечаю, что на молитвенные собрания людей приходят не слишком много. Не знаю, как у вас. Вот по идее молитвенные собрания должны быть самые переполненные. Вы согласны? Ну, если действительно мы вот стопроцентно верим, написано просите и получите. Не имеете, потому что не просите. Это же самые посещаемые собрания бывают. Но, к большому сожалению, вы знаете, легче быть занятым, чем вести молитвенную жизнь. И в душепопечительских беседах многие признаются в этом. И люди страдают многие. У них неправильная молитвенная жизнь, неупорядоченная молитвенная жизнь. Я бы сказал, это нелегко, потому что дьявол это очень хорошо понимает, и он препятствует тому. Я хочу сказать, ну, можно бы дискуссировать на эту тему, но, может быть, это самое трудное, упорядочить молитвенную жизнь, но кто в этом преуспевает, тот успевает во всем. Это знает враг души человеческой. И поэтому он строит ковы. Вы знаете, что только он не придумывает, чтобы разорвать вот эти живые отношения с Богом, чтобы люди довольствовались, может быть, какими-то трафаретными фразами, даже не понимая, что они говорят, не вдумываясь. То есть, эта молитва не в духе, это не есть отношения, это просто произношение каких-то благочестивых фраз. Помню, братья рассказывали такой случай, они были как-то в гостях в одной церкви и их поселили на ночь там у одного человека, ему было 72 года. Ну и вечером, когда они молились, этот хозяин дома молится и говорит, Господи, благодарю Тебя, что Ты благословил нас этот день, и было такое хорошее собрание, благослови моего папу, мою маму, благослови нас на эту ночь, ну и аминь. Братья так посмотрели, говорят, а сколько вам лет? Он говорит, 72 года. Да вы что? Такое благословение, папа, мама у вас еще живые. Он говорит, да они давно померли, а о чем вы сейчас молились? Он подумал, говорит, о, а я в детстве выучил, и повторяю через всю жизнь. Вы знаете, как стихотворение заученное, благослови папу, благослови маму, благослови нас на эту ночь, то есть, это совсем не то, что видели ученики у своего учителя. И знаете, вот молитвенную жизнь можно было бы очень много привести, вот я заметил, что люди, которыми пользуется Бог, это люди молитвы. Люди, которые мало молятся или не молятся, делают меньше всего. Это только иногда так выглядит, знаете, шуму много, как у нас один брат говорил, вот у нас такие машины были, ЗИС-5, деревянный кузов, говорят, гуди много, а бегу мало, говорят, толку мало, понимаете, да, то есть, нету вот этой силы, нету этой благодати, нету вот этой жизни, вот этого протока. Я не знаю, довольны ли вы своей молитвой на жизнь или нет, но я боюсь, что некоторые люди, которые говорят о том, что вот, я, говорит, слух молиться, говорит, мне бывает очень сложно, мне легче молиться один на один. Или некоторые говорят так, но я не такой красноречивый, я не могу вот так красиво и много говорить. Кстати, это очень большое искушение, некоторые пытаются, когда они молятся, произвести впечатление на слушателей. Это очень большая ошибка, это обман. Мы же говорим с Богом, и нам не нужно производить впечатление на людей. Но знаете, люди, которые говорят, что они неречисты, что они не могут выразить свою мысль на молитве, попробуйте наступить им на ногу. Откуда у них красноречие появляется? Знаете, сразу слова появляются какие-то. Я думаю, это очень серьезный обман. Я заметил, беседуя с людьми об их молитвенной жизни, когда они откровенно говорили вот так по душам, они говорили, что у них и в личной, вот уединенной молитвенной жизни нету вот этой жизни настоящей. И поэтому от избытка сердца говорят уста. Если человек ведет нормальную молитвенную жизнь, это становится его потребностью естественной молиться. И Дух его побуждает, и он проявляет послушание к Господу, и он молится и на молодежных общениях. Конечно, Господь регулирует все это Духом Святым, но это очень-очень важно. И теперь мне хотелось, чтобы мы вместе с вами посмотрели немножко вот на молитвенную жизнь нашего Господа. Почему это важно? Ну, знаете, в Писании написаны такие слова. Апостол Иоанн пишет в первом послании, вторая глава, шестой стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Мы согласны с этим словом? Если мы говорим, что мы пребываем в нем, мы должны поступать так, как он поступал. или послание к Ефесянам, 5 глава, 1 стих написано, итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. То есть, Библия учит нас, Слово Божие учит нас, чтобы мы поступали так, как поступал Иисус. Но Иисус молился. Он много молился. И ученики это видели. И мне очень нравится один, ну, не один только текст, но вот именно о молитвенной жизни Господа. Когда мы читаем в Евангелии от Марка, здесь, знаете, сразу в первой главе очень быстро развиваются события. И вот в первой главе мы читаем о том, как Иисус в служении находится, как Он там исцеляет больных, как Он запрещает там нечистым духом, который оставляет людей, выгоняет этих бесов. И написано, разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. И потом, написано, Он выходит из синагоги и они приходят в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова, мы читаем, с 30 стиха, лежала в горячке и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку и горячка тотчас оставила ее. И она стала служить им. При наступлении же вечера, давайте внимательно послушаем, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Давайте попытаемся представить себе вот этот загруженный день Иисуса Христа. В течение всего дня, потом уже вечером он приходит в дом тещи Петра. Он исцеляет у них там ужин и уже теперь день кончается, солнце заходило, молва разнеслась по всему городу и весь город собрался в дверей. Ну, сколько это могло быть времени? Трудно себе представить, да, но это было уже не рано. Иисус продолжает трудиться. Он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Я обычно, когда читаю эту историю, вспоминая один случай в своей жизни, как-то мы были в городе Свердловске и встретили там одну семью, мы были еще, я был еще с одним братом-призвитером, мы совсем молоденькие были еще. Мне было, наверное, 26 лет тогда. И вдруг одна женщина говорит, вы не хотите с моей дочерью поговорить? Я говорю, ну, почему нет? Стали беседовать, ну, познакомили, как звать там? Ирина, хорошо, как у тебя дела? Все, спасибо. Как у тебя отношения с Господом? Она, я специально тихо сделал, чтобы вас не напугать. Вы знаете, так как она зарычала, у меня дрожь пошла по телу. И мать говорит, ой, я забыла сказать, она одержимая. Вы же, говорит, служители, ну, помолите, чтобы бес ее оставил. Но откровенно я напугался. Она говорит, вы в посте сегодня? Как раз была вечеря Господня. Да, в посте. Ну, все нормально, говорит, вот тогда помолитесь, вот еще один брат, вас двое, помолите, чтобы бес ее оставил. Вы знаете, это было нелегкое служение. Все это время длилось часов шесть. И я много тогда сделал неправильного. Впоследствии я беседовал с братьями, помню, с Лагвиненко Василием Ефимовичем, с Духонченко Яков Кузьмичем, с Гнидой Иваном Семеновичем. Они наставляли, учили, говорили, как правильно. Но Бог к нам снизошел, потому что мы были искренни, и мы как понимали, так мы это делали. Но знаете, это было... Я никогда так не уставал. Я знаю, что такое тяжелая работа. Я знаю, что это такое. Я работал многие годы на шахте. Но знаете, вот эта шестичасовая молитва за эту душу, это надо было видеть. Мы физическими ушами слышали, как из ее рта шли голоса сразу нескольких мужчин. И они кричали, они говорили, плюнь на них, это противный мужик, и они убьют тебя. Они пытались через нее каким-то образом, да? Но я не хотел на это застрять внимание, я просто себе представил, представил себе, вот это служение Сына Божьего, когда одержимые люди, больные, солнце заходило уже, День кончался, и он исцелял и изгонял бесов. И казалось бы, Сыну Божьему надо идти отдыхать. Да, и так и было, вероятно, но мы читаем дальше. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Как вы думаете, сколько это могло быть времени весьма рано? Ну, примерно. Весьма рано. Не написано рано, весьма рано. Ну, хорошо, не будем сейчас гадать, да, но я помню, я как-то на одной молодежной конференции тоже спросил молодых людей, я говорю, сколько вы думаете? и тишина такая, вдруг один молодой человек говорит, ну, наверное, в 8 часов, говорит. Ну, все засмеялись, а так же, как и вы сейчас, да, но для него это было рано, понимаете? Я вам скажу, что это очень сильное искушение, когда молодые люди не приучены. Это надо понимать важность молитвенной жизни, когда мы до последнего спим, а потом, ой, надо успеть, быстренько покушать, не опоздать на работу, и так далее, и так далее. Кстати, мне сказали, что в Америке обычно на работу не опаздывают и на прием к врачу не опаздывают, а на собрание опаздывают. Может быть, не все, но легче опаздывают. Братья и сестры, как важно с молоду приучить себя к этому, да, и находить вот это время. Я помню, один брат служитель, он повлиял на мою жизнь очень сильно, это действительно муж молитвы. Я убедился в этом, когда он жил в моем доме соприкасаясь с ним. Это брат Вильгелем Пальс из Германии. И мы спросили, а как вы ведете молитвенную жизнь? Вы можете поделиться? Кстати, я не спросил, сколько у меня минут или там времени. Я могу еще говорить? Я что-то не спросил даже, извините. Спасибо. Мы спросили, он говорит, я никогда, никогда не сплю больше семи часов. Никогда. Можно шесть часов, но когда я сплю шесть часов, у меня, говорит, болит голова. Когда, говорит, у меня болит голова, тогда и у жены болит голова. Это плохо, говорит, когда у мужа болит голова. Но, говорит, больше семи часов никогда не сплю. И если я ложусь, например, в девять вечера спать, то я встаю в 4 утра. И если я ложусь в 10, я встаю в 5 утра. И я обычно завожу будильник. Я смотрю, 10 вечера, я завожу на 5 утра будильник. Вот здесь я лежу, здесь у меня будильник. Когда звенит будильник, я одной рукой нажимаю на будильник, другой рукой я скидываю одеяло. Я никогда не лежу одну минуту под одеялом после будильника. Никогда. А как у вас? Братья и сестры, это огромное искушение. Да, будильник под одеяло, да? Ну, чтобы, или знаете, ну, это искушение, друзья мои. Если все это правда, что мы говорим о молитве, а мы говорим, что это правда, что это огромные благословения, нам надо иметь порядок в нашей молитвенной жизни. Нам надо все это привести в порядок. И это очень правильно. И ученики просыпаются, а Иисуса нет. Они тоже устали. Но Иисус знал тайну и секрет молитвенной жизни, и поэтому Он учил учеников своих. И может быть, у кого-то, вот слушая сегодня Слово Божие, размышляя о молитвенной жизни Иисуса, может быть, тот вот так откровенно поймет свое бессилие, поймет, почему постоянные падения. Может быть, мы увидим слабость свою, мы заметим, что нету духовного роста, нету порядка в молитвенной жизни, и мы тоже возопим, как ученики, и скажем, Господи, научи нас молиться, потому что у меня непорядок в молитве до жизни, и мне понятно, почему у меня столько проблем. Вы знаете, в Библии есть очень много текстов, которые говорят о молитве на жизни Сына Божьего. Я буквально некоторые хотел сказать. Например, когда мы читаем Евангелие от Луки, помните, 3 глава, там 21 стих написано, «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлась небо». Давайте подумаем над этим выражением. Там, где люди молятся, там небо открывается. Там небо открывается. Очень интересно, вот в этой близкой связи с Отцом, когда Он молился, вы помните, было свидетельство, там прикрещение, и был глаз с неба. Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И это очень сильно связано с 4 главой Евангелия от Луки, потому что написано, Он был введен духом в пустыню для искушения дьявола. И что Ему дьявол сказал? «Если Ты Сын Божий». Вы помните, Иисус сказал, «Молите, чтобы не впасть в искушение». И в Его молитвенной жизни, когда Он молился, было свидетельство неба. «Это Сын Мой возлюбленный». И через короткое время Он в пустыне. «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами». Вы знаете, Он не стал доказывать, потому что в самом доказательстве может быть элемент сомнения. Он имел эту ясность. У Него было это свидетельство. У Него были открыты отношения. Небо открылось. Когда люди молятся, они живут жизнью победы над искушениями. Иногда мы падаем, спотыкаемся. Мы думаем, почему все это на меня? Но апостол Павел пишет послание Коринфянам, он говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым и сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести». Проблема в том, что, знаете, Писание говорит нас и учит нас о чем? О том, что... Почему нам надо молиться? Вот мы задаем вопросы, иногда люди говорят, потому что Христос молился, а Он был Сын Божий. Это повеление Господа. В конце концов, Он сказал, молитесь. Должно всегда молиться, Он говорил, и не унывать. Это для того, чтобы не впасть в искушение. Сам текст нам об этом говорит. Что мы еще находим? Есть такое место, написано, что Он уходил в пустынные места и молился. Но мы уже из Марка прочитали тоже параллельно это место. Я не знаю, вы это практикуете или не практикуете, братья и сестры, но я такие моменты переживаю в своей жизни. Я помню, когда наставил на это Яков Кузьмич Духонченко. Мы были молодые люди, руководители молодежи, там по Советскому Союзу, мы где-то в Киеве там собрались, и он нам давал наставление. И он говорил о своем напряженном служении и так далее. И говорят, братья, один раз в неделю я стараюсь найти такое место, или я уезжаю куда-то, или ухожу в какое-то место, где я один на один. И там я делаю ревизию своего духовного состояния. Я молюсь Господу. И знаете, вот это простое наставление, оно так легло мне на сердце. Я хочу просто для славы Господа поделиться. Я нахожу много сил и радости, когда ухожу в эти уединенные места. Конечно, мы должны каждый день молиться. Мы должны это делать с раннего утра. Помните, псалмопевец говорит, сердце мое говорит от тебя. И что оно говорит? Ищите лица Господа. Мы должны молиться не только тогда, когда у нас рак обнаружили, или когда мы там перевернулись на машине и лежим в реанимации. Нет, я как-то встречаю одного брата, я говорю, слушай, давай помолимся. Он говорит, о чем? Я говорю, да не о чем. А что говорить будем? Я говорю, да поблагодарим Господа за спасение, за дырой вечной жизни. Ну, как-то странно, вроде нужна причина какая-то, знаете, чтобы помолиться. Это очень серьезное искушение, когда мы этого не понимаем. И многие люди идут на молитву, когда им нужна рука Господа. Но насколько благословений, ищите лица Господа. Лица Господа ищите, да? Конечно, Господь не против отвечать на наши просьбы. Он готов это делать. Но давайте это тоже усвоим. Был один момент в жизни Иисуса, мы читаем об этом в Евангелии от Луки, я Костяну уже касался, 6 глава, 12 стих, написано, в те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Я не думаю, что это было каждую ночь, но это была особая ночь. После этого он избрал учеников. У нас бывают тоже очень разные переживательные моменты. Нужно принимать очень важные решения какие-то. И нам нужен совет. Совет Бога. Нам нужно откровение от Бога. И Господь готов нам отвечать. Но мы должны вести молитвенную жизнь. У нас должен быть опыт молитвенной жизни. не только тогда, когда, знаете, совсем плохо. Помните, у Даниила мы вспоминали где-то на ком-то общении. Сейчас вот этот текст, когда враги Даниила искали предлога по обвинению Даниила. И ничего не могут найти. Я представляю себе, как они там думали, думали. Ну в чем секрет? В чем секрет? Почему вот он безупречен, что даже царь вот этого человека хочет поставить на всем царствам? Они же завидовали, боялись этого. Не хотели этого. А потом они поняли, это связано что-то с его Богом. И они стали говорить, нам надо найти обвинение против него в законе Бога его. И они придумали разорвать отношения на 30 дней. И они поняли, если он 30 дней не будет говорить с Богом, у него будут проблемы. Он точно что-нибудь сделает такое, что царь скажет, такому человеку нельзя доверить. А о нем, сказано в Писании, он был верен во всем. Откуда эта сила? И потом, это же не первый раз было, что они заметили, что он молился три раза в день. Написано, он делал это как и прежде. Он и прежде это делал, он и раньше молился. Это очень важно, братья и сестры. Мы читаем дальше об Иисусе Христе. Ну, например, я выборочно возьму. 9 глава Евангелия Луки, 28 стих, написано, «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Якова, зашел он на гору помолиться». Зашел он на гору помолиться. Мы знаем, что там произошло. Лицо его сияло, одежды сделались белыми, как снег. И явился ему Илья и Моисей, и они беседовали о бесходе его. Он преобразился предучениками. И я хотел сказать, что это тоже очень серьезный урок для нас. Братья и сестры, если мы ведем молитвенную жизнь, мы преображаемся, тогда мы растем. Когда мы имеем общение с нашим Господом Иисусом Христом, мы становимся похожими на Него. Вы замечали когда-нибудь такое, что человек, я замечал это у проповедников, например, человек побыл в каком-то общении или послушал проповедь, и я вижу, что он копирует, может быть, даже он того не замечает, вот этого человека. Я говорю, слушал проповедь Андрея Чумакина? Он говорит, да, что заметил? Заметил. Ну, невольно это бывает, когда люди, ну, им нравится, может, этот проповедник или так далее. И я хотел сказать, это так важно, вот иметь это общение. Мы будем для славы Господа преображаться. Мы будем похожи на Сына Божьего. И, может быть, еще раз к этому тексту. Случилось, что, когда в одном месте он молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Братья и сестры, давайте подумайте, сколько времени в сутки вы молитесь. Не отвечайте вслух. Попробуйте убрать время завтраки, обеды, ужины, вот что вы, когда вы молитесь. Вот просто молитвенная жизнь. Я вам скажу, я как-то сделал в одном учебном заведении такое анонимное анкетирование, чтобы они написали. И получилось примерно три минуты. Три минуты. Скажите, если человек молится, ну скажем, не более пяти минут, скажем так, в день, можно ли сказать, что ему нужен Бог? Знаете, такое впечатление создается, что человек сам справится, правда же, да? Но если человек, ну увы, у некоторых даже пяти минут нету. Я бы сказал, один брат мне говорит, я не понимаю, но о чем люди молятся целый час? Я, говорит, попробовал, засек время. Говорил, 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 7 минут прошло. Уже не знаю, что говорить. Я говорю, так молитва, это же не монолог, это же диалог. Это же выделенное время специальное, когда ты находишься в присутствии, когда ты не только говоришь, но ты и слушаешь. Когда ты наслаждаешься, то есть осознанно ты находишься в его присутствии. Это очень важно. Я думаю, нам нужно вот иметь вот это тихое время. Вот точно так, как мы назначаем какой-то термин к врачу. Вот упорядочить свою жизнь и в календаре в своей жизни выделить это время, это время общения. Когда мы наслаждаемся Словом Божиим, Бог говорит с нами, и когда мы говорим с Ним, это величайшее благословение. Люди, которые молятся, за ними стоит авторитет Бога. они наделены полномочиями. Они имеют силу и власть от Бога. Люди, которые ведут молитвенную жизнь, они живут жизнью победы. Писание говорит «сила у Бога». И мы это знаем, мы это неоднократно слышали. И поэтому нам нужно это практиковать. Если мы хотим приносить плод, вы знаете, у нас так много бывает разных ожиданий. Иногда мы сетуем, что нету результата. Вроде мы так потрудились, так готовились, так много делали. Иисус говорит «без меня не можете делать ничего». Ничего. И я убежден, что причина бессилия многих людей это пренебрежение собственной душой. И вы знаете, люди пытаются это каким-то образом компенсировать, и они становятся активными. Но молитва это не только просьбы, это не просто жалобы, это вера, это выражение веры. Молитва это приобретение, молитва в собой молитве должен быть элемент веры. Молитва это не только просьбы, я бы даже так сказал, это прежде всего отношения. Это прежде всего отношения. И если есть отношения, тогда есть радость и желание быть в молитвенном состоянии. Может быть, буквально несколько слов, вот что разрывает молитву. Можно если одним бы словом сказать грех. Грех. Помните апостол Иоанн в своем первом послании говорит, что если сердце наше не осуждает нас, тогда и Бог не осуждает нас. И тогда мы имеем дерзновение к Богу. У нас есть смелость, у нас есть желание тогда идти к Богу. А если сердце наше осуждает нас, коль плачет Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И тогда вы помните, почему Адам и Ева спрятались от лица Бога? Почему они не захотели смотреть в лицо Бога? Они согрешили. Почему поникло лицо у Каина? Каина, чего поникло лицо твое? И Бог ему подсказывает, и говорит, грех лежит у двери сердца твоего? Друзья мои, вот так откровенно давайте проверим свое сердце. Если мы понимаем, что у нас неправильная молитвенная жизнь, умом-то мы соглашаемся, вот, ну, не тянет на молитву, тянет вот чему-то другому, охотно, вот, но на молитвенную жизнь не тянет. Одна сестра мне как-то поделилась, муж неверующий, говорит, я ему говорю, знаешь, вот нас там учили в церкви, говорят, что вот, когда молишься, вводи в комнату, затвори дверь за собой, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно, мне надо помолиться, он говорит, ну, молись, я, закрылась, так удобно устроила, встала на колени, на кровати, вот так удобно, и уснула. Проснулась, где-то, говорят, полтретьего ночи, уж вечера, прям крепко уснула, проснулась, не пойму, где я нахожусь, в шпальне, а дверь закрыта. Следующий раз, когда я снова об этом уже сказал, он говорит, знаешь что, а я, говорит, закрылась опять, и я, говорит, слышу стук, и муж говорит, открывай дверь, я уверен, что ты там спишь, говорят, и, говорит, это меня, говорит, пробудило, не только физически, но и духовно. Я понял, что у меня очень серьезная проблема. Я, говорит, подумал, мне трудно себе представить, вот что, невеста пошла на свидание к жениху, вот так прислонилась к столбу и уснула. Ну, вы можете, как? Но, знаете, это очень серьезно все, очень серьезно. И я хотел сказать, что многие люди, вместо того, чтобы исповедать грех, покаяться, перевести в порядок, они пытаются что-то делать, чтобы успокоить свою совесть и заняться даже какими-то христианскими мероприятиями, ну, знаете, благословения-то нету. Вы помните, пророк Исаия говорит, зачем вы топчете дворы? Зачем вы вообще усиливаете молитвы? Говорит, я не слышу вас. Как? Бог? И не слышит. Да. Почему? Потому что параллельно идет беззаконие. Празднование и беззаконие. Говорит, омойтесь, очиститесь, осветитесь. Ваши руки полны крови. А вот тогда придите и рассудим. Если грех ваш будет как багряное, как снег увелю. К сожалению, некоторые живут в грехе. И у них нету молитвы на жизни. Грех закрыл им уста. Они прячутся в листве где-то. У них поникло лицо. У них нету дерзновения. Есть какая-то преграда. Может быть, это чья-то проблема, друзья. Я хотел бы от всего сердца, от имени Господа, пригласить вас привести это в порядок. Не надо дальше так жить. Вы же сами страдаете. Вы же мучаетесь совести своей. Есть осуждение в совести. У вас не может быть мир, если у вас неупорядоченная молитвенная жизнь. Вы знаете, если я говорю по телефону, и я не слышу ответа, или оттуда пи-пи-пи-пи, занято, я же не буду дальше говорить. Некоторые пытаются говорить, а Бог молчит. Бог молчит. Это очень страшное состояние. Я думаю, рассуждая о молитве, Господь искренне желает, чтобы мы привели все с вами в порядок в свою молитвенную жизнь, чтобы нам действительно быть людьми молитвы, чтобы Бог пользовался нами для славы своей, чтобы сила Божия проявлялась. И, конечно, нам приятно слышать, как брат сегодня приведений привел это место обилии, что он был человек, подобный нам, и молитвой, и помолился, не было дождя три года и шесть месяцев. Знаете, иногда некоторые люди думают, что вот особые благословения, это только удел некоторых людей. Вот они как будто знают какую-то тайну, какой-то секрет, они им пользуются, и поэтому Бог их особо благословляет. Секрета нет. Я уверен в этом. Все зависит от наших отношений с Богом. Питаться Словом Божиим и вести молитвенную жизнь. Если мы в послушании Богу будем действовать, как Бог говорит, нам не со стороны с Библии, мы будем самые счастливые люди. Бог будет нами пользоваться. И я искренне хочу пожелать это всем молодым людям. Я не знаю, как Господь поведет нас. Дальше сегодня выручать вопросов, ответы. Но у меня вот так на сердце сейчас спросить. Друзья, конечно, это непросто. Это нужно иметь мужество. Иногда, когда наши молодые люди выходят на покаяние, или мы где-то говорим, кто желает обновить свою жизнь, есть всегда такое искушение, что подумают люди? Подумают, что у меня совсем плохо. Или подумают, что я живу в самых страшных грехах. И сатана удерживает людей. Не надо об этом сейчас думать. Я хотел предложить, если у вас, у кого-то страдает молитвенная жизнь, и вы сами недовольны, сухо, жизни нету, желания нету, да вроде молитесь, а удовлетворения нету. Не помните, когда последний раз вставали из колен вот с сознанием того, что вы говорили с Богом. Как бы утрачена эта связь, что-то надломлено, что-то порвано. И в глубине души вы понимаете, что это даже и не есть молитва. Друзья, если Дух Божий побуждает вас обновить эти отношения, я хотел вас пригласить сегодня сделать это, об этом Богу, помолиться, да, отбросьте всякий ложный стыд, не думайте, что скажут люди. Даже если у вас просто нету порядка в молитвенной жизни, да, и вдруг вы пришли со знанием тому, что вам надо это поправить. Скажите это Богу. Это очень важно. Знаете, в Писании написано, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Она сегодня намного больше. И мы собрались на молитвенное собрание, если бы мы сегодня много-много говорили о молитве, но не молились, а зачем мы тогда собрались вообще? Это же была бы просто теория. Мы хотим учиться молиться у нашего Господа. Мы хотим смотреть на Его молитвенную жизнь и видеть результаты служения. Иисус молится при крещении, Иисус молится все в свое служение, Иисус умирает на кресте словами молитвы. И Он нам говорит, молитесь. Он учит нас молиться, друзья. Я хотел спросить, может быть, без всяких особых приглашений, или, может быть, без всяких пений, вот просто, вот вы понимаете, Бог к вам проговорил, и вам надо поправить свою молитвенную жизнь. Вы просто устали. Может быть, даже сами не понимали, почему столько проблем в жизни, но каким-то образом Господь достучался до вашего сердца, вы понимаете, что вы не есть человек молитвы. Вы не любите, в принципе, молиться. Вы говорите трафаретные слова, один брат мне как-то говорит, вот тебя не смущает детские заученные молитвы? Я говорю, они меня никогда не смущали. Меня смущают взрослые заученные молитвы. там как-будто жизни нету. Человек как-будто стихотворение рассказывает, выучил его и повторяет одно и то же. Друзья, может, это чья-то проблема, может, это ваше переживание, а может, вы хотите просто улучшить свою молитвенную жизнь. и я хотел пригласить, я не знаю, как вы это делаете, надеюсь, вас это не смутит, кто желает поправить свою молитвенную жизнь и хотел бы действительно, чтобы вот огонь молитвенной жизни горел в сердце и хотел бы быть человеком молитвы. Я хотел пригласить вас прийти сюда вперед. Мы с вами помолимся вместе и может быть, мы все потом помолимся, мы возьмем это время для молитвы. И тут братья и служители, не надо на весь зал, мы можем в узкий круг встать и помолиться с вами, за вас помолиться. Итак, если Господь кого-то побуждает к этому, я хотел от имени Иисуса вас пригласить, просто тихо встаньте, пройдите сюда вперед и мы с вами помолимся. Аминь. Аминь.